Для бизнеса все то же самое подходит. Бизнес просто. Бизнес может быть практически любой аудитории, но могу сразу подсказки. Если человек, частно предпринимательский бизнес, как я, вот я могу сказать по себе, если с точки зрения лидерства, последнюю часть, я разведчик, с точки зрения психотипа Клецкого, я независимый. Хотя у меня есть присутствие интеллигента, естественно, у меня есть присутствие гедониста, у меня нет присутствия обывателей. Я всегда отрезаю вопросы скидки, вам там, ну, мне скидки не нужны. То есть я за скидкой никогда никуда не полезу. Если она напротив, есть. Мне, я не собираюсь, то есть там, даже мама сказала, что машину менять не будешь. Я говорю, мам, зачем мне машину? Она так стоит, в последний раз тормозные колодки, ребята сказали, на машине надо ездить. Я живу в центре города, предпочитаю ходить пешком. Мне тормозные колодки поменяли, потому что они просто заржавели от времени. Поэтому зачем мне ее менять? То есть у меня есть образ жизни, который строится относительно меня. Вот я независимый, я разведчик. Вот я могу быть клиентом гольфа, все, что, собственно, я был, тенниса, бега. Сегодня я не побежал, вчера, позавчера бегал. А кого я еще могу быть клиентом? Мне было бы интересно пострелять из лука, сыграть кокей. Друзья много играют кокей. Я просто, у меня была проблема с подскостойкой, поэтому койки и эти вещи для меня голеноскоп у меня профессионально выворачиваются. То есть многие годы занятия восточными мини-опорствами тоже самое привели, потому что я эту тему оставил, потому что колени выбиты. То есть футбол, естественно. Баскетбол у меня физические возможности, у меня рукав на размер линей, у меня длинные руки. То есть я для баскетбола очень хороший был бы. Ну просто для уличного. То есть вот я, например, как человек. И относительно этого нужно рассматривать потенциальную аудиторию. То есть вы должны рассматривать всегда в двух аспектах. Те, которые есть сейчас, которые уже есть сейчас, которые уже пришли зачем-то. И те, кого вы хотите привести. Зачем? Почему? У них более высокая платежеспособность. То есть все говорят, делим B2B, там предприниматели, работающие на себя или не работающие на себя. Есть одно большое но. Относительно предпринимателей психотипа независимого. То есть вот менеджер, скорее всего, это человек карьерист, карьерный. Он работает, строя себе карьеру. Предприниматель, ему нужна смена, он один бизнес открыл, закрыл и так далее. Это тип мышления. Вот есть четкое понимание, что менеджеры в долгосрочной перспективе всегда богаче предприниматели. То есть если с точки зрения рассматривать финансов, то оказывается, что человек вроде бы работающий на себя, он проиграет в revenue, сегодня будем говорить, доходной части, он проиграет в топ-менеджеру, скажем так. Потому что они более устойчивы, потому что у них меньше стрессов в определенном направлении в бизнес и так далее. То есть есть некоторые лайфхаки, которые нужно употреблять. Если массовые виды спорта, массовые виды спорта, как футбол, условно говоря, или как плавание, естественно, туда будут попадать все группы, как обыватели, например, и все остальное. И обыватели – самая большая группа. То есть если у вас как бы сеть клубов, танцы, то есть это то, что свойственно человеку. То есть танцы, покрасоваться, похвастаться. Но красивые танцы, либо красивые виды спорта, они сразу притягивают, потому что прощение за брекеты, они еще три месяца мучатся, если как шипляют. Поэтому когда еще намного говорить, быстро теряют эффект речи. Вот для танцев, например, или для показательных видов спорта, их обычно привлекают, они привлекают подражателей. Потому что это красивая картинка в Инстаграме. Вот когда работали с All-Stars, мы полностью проходили, делали с ними ребрендинг визуальный, и вот такие материалы, я с командой работал с Секириной, он сейчас очень сильно хорошо продвинулся, они сейчас сами с троцессией, они другие клубы там печат. Так вот у них огня из мотивации мам привести ребенка была, была картинка, похвастаться перед подругами, и картинка в Инстаграме. И она в карте эмпатии, которую мы будем рассматривать, она была одной из четких вылью, то есть такие достижения. Все, то есть и вы должны бить туда. То есть, соответственно, там основной профайл не в Facebook, а в Instagram. То есть, если я размещу одно и то же фото в Инстаграме, то у меня сторисы фейсбучные, я фейсбучный, я пишу там. Я вчера посмотрел шикарный фильм, потом полночей не мог заснуть. С Инстантом Касселем, он про детей, про аутистов. Это во Франции. У нас тут подруги ребенок аутист. Да, сейчас я закончу свой монолог. И это было ужасно. Когда я сразу говорю, я не мог, ребенок говорит, что это, я должен написать, я должен поделиться об этом. То есть, это социальный ответственный момент, обратите внимание на это. Потому что мы сейчас все про коронавирус, я вчера с голландцами разговаривал, с друзьями, она работает в крутой поликлинике. Она говорит, у нас там два человека заразилось, медсестра и один больной. Говорит, ну это же, вы же читайте статистику, умирают люди после 80 лет. Говорит, процент воспаления легких чуть-чуть повышает, а у нас раздули все, там новости открывают, что мировой кризис упал и так далее. То есть, россияне там начали, я рублю российские сайты, но все равно там, скупать доллары, ну это бред, это потребительский бред. Нам он не нужен, и вам он не нужен. То есть, умейте выставлять фильтры. Ваш вопрос. Вот такая ситуация у нас сложная, потому что, поэтому я задаю вопрос. Ситуация в жизни сложная. У нас всех же возрастов дела. Мне сложно было определиться. Конечно, конечно. Вот, по моему, как бы, скану, мамашки приводят к нам детей. У вас станции, да? У нас станция на пилоне. Это своеобразно, но популярная, сумасшедшая. Фотки в инстаграме не особо привлекают. Привлекают, чтобы ребенку нравилось. Вот если ребенку нравилось, он ходит. Это первая базовая характеристика детского спорта. Ребенку нравится. Возраст, извините, возраст такой. От шести, допустим, до пятнадцати. Это интерес. Поддержание и спортивный, ну, интереса. Но в то же время мышцы ориентированы на полноценный спорт. Да. И так как мы понимаем, что это все для, как вы говорили, для образования, это интеллигент, но это не люди большого спорта. То есть вот тут у нас получается, что мы от них хотим большой спорт полноценный, а получаем, ой, ребеночку не нравится. Все правильно. Ваша целевая аудитория, скорее всего, будет мама-подражатель, которая говорит, начиталась в инстаграм блогеров и говорит, ребенку должно нравиться. Вторая мама-обыватель говорит, ребенку нужен спорт, и он должен ходить в несколько секций. То есть это вот четкий показатель, когда ребенок ходит в несколько секций, потому что так хочет мама, а не потому что так хочет ребенок. Это тоже важный момент. Скорее всего, у вас, не сложно представить у вас к гедонистам, не сложно представить у вас к гедонистам. У нас тут гедонисты, но не взрослые. Они просто ходят за критыми дверями, просто для себя подразумевали и ушли. Я имею в виду приводящего ребенка, родителя приводящего ребенка. Скорее всего, у вас входящий основной маркет, и это очень большой рынок, самый большой, наверное, если суммарно сложить, это обыватель и подражатель. То есть они заходят вот, потому что так должно быть, потому что ребенку должно нравиться, ему должно быть интересно. Соответственно, ваши крючки, это звездность, это обязательный инстаграм, если у них нет, его надо развивать. Тиндер обязательно. У кого есть, у кого детская аудитория? Тиндер, есть аккаунт в Тиндере? Обязательно. Тиндер в прошлом месяце был скачиваемым... Ой, Тиндер и ТикТок, прошу прощения, Тиндер это знакомство. Перепутал. ТикТок. ТикТок. Спасите, я... В голове одно, а это самое Тиндер, это другое. Но Тиндер тоже соцсеть, которую вы должны иметь. То есть, обратите внимание, что общение в Фейсбуке и в Инстаграме, для особенно подростковой аудитории, или там аудитории 18-летней, это уже отстой. То есть, подростки общаются все в ТикТоке, по анализу января 2020 года, это самое большое повсемирно скачиваемое приложение и в App Store, и в Google Play. Больше скачивается ТикТока, чем Фейсбука, чем Инстаграма, чем Ватсап, чем Вайбер, они везде на первом месте. А Тиндер это сеть, это тренд. Помните, фокус, вот наш фокус отличия. Тиндер это тренд. То есть, если у вас будет... Некоторые девочки рассматривают этот вид знакомства с мальчиками, то есть, если мы рассматриваем гендерный либо сексуальный подтекст, подснежники, да, зачем я хожу в спортзал? Это, чтобы выйти и показать, ну, например, в марте месяце, чтобы выйти к пляжному сезону, красивую фоточку из нашей дачи, либо где там у нас, неважно где, сделать, возле бассейна в Инстаграм. То есть, это сексуальный подтекст. Значит, 100% у этих людей есть тиндер-аккаунт, и вы можете быть с ним. То есть, я не говорю там, тамбл, например, или пинтерест. Пинтерест, например, активно используется графическими дизайнерами. То есть, если там есть еще куча-куча, там, бехансы, ну, разные там сетки, вот, или там, тамбл, блогерство, там, видео. Но в нашем, я считаю, что если у вас есть дети, у вас должен быть аккаунт в TikTok. Видосики на их тему, потому что это много контента. У вас контента супер много, его можно обрабатывать. И это как раз, чтобы нравилось ребеночку, он придет и скажет, мам, смотри, и поведет. Поэтому, начинайте работать каждый день, анализировать, смотреть, пробовать. В этом и есть маркетинг. Почему брендинг не логотип? Самый популярный бизнес-класс, бизнес-мастер-класс среди бизнеса. Почему? Нет более непонятной трактовки, что такое брендинг. Нет более непонятной трактовки, что такое брендинг. Даже не в, так сказать, на тренах нынки Украины, а в Америке в том числе. То есть, это очень непонятное слово. Поэтому давайте примем классификацию. Первое, очень простую. Бренд это дятел. Бренд это дятел. Он всегда бьет только в одну точку. Поэтому все коммуникации бренда должны быть направлены в одну точку. Там, где есть червячки. Дятел, дятел, дурак. Тук-тук-тук. Проверил. Червячки есть, начал бить дырлук. Уже нет, пошел дальше. Так и действует бренд. То есть, если нашли червячков, забираем всех. А если нет, пошли дальше. Не догнемся в одном месте. Почему-то... Виталий, не могу... Что нужно сделать? А, все. Сбоку. Вот, есть. Южный зеленый. Спасибо. Итак, первое понимание. Бренд это дятел. Второе понимание. Бренд является одной из четырех составляющих, финансовых составляющих маркетинга. Одной из четырех. И мы об этом будем говорить сегодня. Поэтому сегодня будем говорить про деньги. Ваши деньги и мои деньги в частности. Потому что, когда ко мне приходят клиенты и говорят, мы хотим брендинг или ребрендинг. Я говорю, ну это стоит денег. А с какой целью? Увеличить продажи? Я говорю, нет. Никакой брендинг никогда никому не увеличит продажи. Тем самым, вроде бы, я отказываюсь от денег. Но я как человек, заботящийся, и может быть, и потому я здесь, своей репутацией, и это мой бизнес, и мне нравится этим заниматься. Я собираюсь в дальнейшем этим заниматься. И следующие 15 лет, а то и 20, и 30, и 50, но вряд ли. Вот. Хотя моей бабушке, моей супруге в этом году 101, и она чувствует себя хорошо. Вот это сайт, на котором можно сделать логотипчик. За 8 долларов. Поэтому, если вы стартап, ну логотип же вам нужен? Нужен. То есть вы должны как-то визуализироваться. Если вы стартап, если вы одна кафешка, не сеть кофеин, а одна кафешка у дома. Если вы какой-то там мини-мини, если вы не знаете, что у вас получится или не получится, зайдите на сайт, называется Taylor Brands. Заплатите 8 долларов, и вам машина создает какой-то логотипчик, создает какую-то визитку. Это будет вполне доступно. Если вы просто пробуете, потому что брендинг – это не стратегическая инвестиция. То есть для того, чтобы его вкладывать деньги, нужно осознавать, зачем вы это будете делать. А если вы не знаете, получится у вас или нет, пожалуйста, зайдите на Taylor Brands. Есть еще куча других, какой-то украинский сайт. Ну, мне просто этот нравится. Вот можно получить вот такой какой-нибудь логотипчик. Там очень просто в основном шрифтовые какие-то, но будет все пристойно, аккуратно. То есть из него можно сделать какую-то вывеску и назвать студию танца имени кого-то. Потому что это будет лучше, чем, я вижу, логотипы Лихачева, Денцель, еще какие-то. То есть это ужасные логотипы. То есть вот это будет лучше. Вот это будет лучше. То есть вот это будет лучше. Потому что это сделали профессиональные дизайнеры. Это то, что называется искусственный интеллект. Там программа просто обрабатывает данные, и вы собираете как конструктор, как приложух. Но, если вы собираетесь дальше расти, то об этом можно забыть. Об этом нужно забыть. А это хороший начальный вводный элемент. Я людям рекомендую, всем. Я на спортивном форуме это говорил. Кстати, Эля будет читать. В этом году будет она делать спортивный форум. Она вас пригласит. Мы сделаем специальное предложение ценовое. Потому что она будет делать очень классный спортивный форум. Эля, который я буду читать у вас в суши. Вот. То есть можно очень просто тестировать. Обратите внимание, кто такой Болл Рэнк. Вы, естественно, не знаете, но, если помните, у Стива Джобса был такой провальный проект под названием Next. Пол Рэнк знаменит тем, что он преподавал в Нью-Йоркской школе дизайна. Это человек, который расставил и систематизировал понятие брендбука со стимой идентики. То есть, но. Он еще знаменит тем, что он взял со Стива Джобса 100 тысяч долларов за брендбук компании Next. Но компьютер Next в качестве продукта успешно провалился. Считается одним из самых сильных фокапов Стива Джобса. То бишь, крутой человек, крутой дизайн. А пример отрицательный. Вот это очень простой тест. Возьмите ваш логотип. И последовательный шагов. Разделите его, уже существующий. Либо оценивайте любой. Это отличается, это видно, это адаптивно, это запоминаемо, это универсально. Это вечно. Тест, например, счет 75 является совершенным. Все, что ниже 60, и проходит. Смех и грех, но если каждый себя проанализирует, люди максимум набирают 50 баллов из существующих логотипов. Почему? Потому что зачастую все это делалось на коленке. У какой-то есть дизайнер, который закончил какие-то курсы CorelDRAW и так далее. Вот мы сейчас работаем, я после пятницы пошел в Академию дизайна и сидел, работали, курировал вопрос, как, во-первых, преподаватель, во-вторых, еще я с точки зрения бизнеса, работали дизайнеры, здравствуйте, работали над логотипами федерации баскетбола, что там делали мы потом, стрельбы из лука, потом еще что-то. Я посмотрел то, что есть. То, что есть, обнять и плакать. То, что будет, будет значительно лучше. Но вопрос, примет ли их сознание существующих собственников, это вопрос уже продвижения и продажи. Но по вот этому логотипу, тесту PoloRand, до существующих логотипов федерации, наверное, наберут очковые коррекции. То есть это обнять и плакать. Это не масштабируемо, это не адаптивно, это не наглядно и так далее, и так далее, и так далее. Об этом еще отдельно, потому что у нас будет посвящена айдентике целый отдельный мастер-класс. Правда жизни выглядит так. Это наши ожидания. Это та картинка, которая висит в Макдональдсе, когда вы туда заходите. На светлом дисплее. А это тот бутерброд, который вы получаете, когда вам отдают бумажку. Вот это та ситуация, в которой мы находимся по жизни. То есть наши ожидания от чего-либо. От спорта, от танцев, от бассейна, от стрельбы из лука, от регби, от мерседесов. Или еще мы тоже ожидаем, что мерседесы не ломаются. У меня у нескольких знакомых после 100 тысяч вылетали поршни уже там шестой человек. То есть все, прогнозируемо старение. То есть 100-150 тысяч, потом покупай новую. Как поступает потребитель? Потребитель на самом деле вообще не парится. Вот честно, и мы с вами. Он делит все на три. Первое. Это крутой бренд. Это клевый бренд. И третье. Это бренд по-другому назовем. Я его не понимаю. Я иду такая вся в Дольче Габбана. Вспоминаю вверху сердечко. Шла-шла, пирожок нашла. Левис, Levi's Converse, например. Это молодежное позиционирование. Потому что я помню Levi's Red Top Silver. Дивер 75 долларов сумасшедшие деньги. Машины можно было купить за 200. 30 лет назад первый раз купил. И дизель, который стоит тоже 400 евро в коллекции. Первая величина джинсы. Но говорит при этом, будь придурком. Без стюбил. То есть вопрос в том, как вы себя позиционируете. Для одних вы можете быть идиотом. Но другие спокойно. В Женеве девочка, жарившая блины в своей частной крепярне, была в новой коллекции. Супруга моя говорит. Ну, они говорят, смотри, блины не жарят джинсы за 400 евро. Потому что блины стоят 27 евро. Потому что Женева. А у нас она на блины никогда не наберет. То есть сменяйте блины, а сменяйте целевую аудиторию. То есть вот это очень простое и понятное позиционирование, которое существует у нас в голове. Я предлагаю вам свой бренд поместить в ту или иную корзину. Он не может находиться в трех. Он либо крутой, либо клевый, либо он по-другому. Либо он какой-то не такой, инновационный. И это вопрос клиентского восприятия. Что такое VUCA? Бизнес-термин. Во времена войны в Корее. У американцев очень много... Вообще в бизнесе очень много пришло из спорта, пришло из военных действий. У американцев были очень четко разложены стандарты, связанные с тем, что... В частности для летчиков. Если пилот катапультировался над территорией Вьетконга, он в 97% погибал. Если он катапультировался над территорией, которую контролировали американские войска, в 97% он выживал. Почему? То есть рано или поздно он дернул ручку. Пилота не могли... Ему не могли сказать с базы... У американцев все очень сильно протоколировано. Ему не могли сказать с базы, когда он дернул эту ручку. Его нужно было учить. Его учили в ситуации VUCA. И термин VUCA пришел в бизнес из американских военных действий, когда база, когда командование перекладывало ситуацию, ответственность всю на полевого командира. Они ему говорили, все, ситуация VUCA, теперь кто старший? Сержант, полковник, капрал. Теперь ты принимаешь решение. Вот это то, что теперь у нас в бизнесе. Все книги до 2008 года, теперь уже, наверное, до 2012-2016 года, если это бизнес-книги, они не работают. То есть работают книги по психологии, работают книги по эмоциональному лидерству, работают книги... Вот сейчас вышла классная книжка Питера Брегмана «Эмоциональная смелость о принятии решений». Покажу. Почему? Потому что бизнес-процессы не могут повторяться. Это не статистическое действие. У меня есть отличную книгу про пример Nokia, какая она классный бренд, когда Nokia уже умерла. 77% узнаваемости бренда. То есть у меня есть даже коллекция такая. Книги 2004 года, 2000-го. То есть они противоречат... Каждые 4-8 лет они противоречат друг другу. То есть мы находимся с вами в ситуации VUCA. Ситуации постоянной изменчивости, постоянной неопределенности, постоянной сложности, постоянной неоднозначности. Мы должны с вами принять, что перемены это то, что единственное у нас постоянно. Все. То есть мы постоянно живем в кризис, мы постоянно живем в неустойчивой ситуации, мы постоянно живем в неустойчивой стабильности. Денег нам никто не даст, мы тоже должны принять. Нет, финансирования может не быть. Мы должны сами начаться зарабатывать. Как это сделать? Парадокс Титаника. Помните, когда Титаник... Вот он такой Титаник. Вот люди с берега. Он уходил в плавание. Мы верим в то, что видим. Я называю, мой термин называют аппарадоксом Титаника. Потому что люди воспринимают, что это большой-большой корабль. И не вряд ли мы что-то можем помешать. Какой там айсберг? Ну айсберги они же такие. А айсберги они же вот такие. Обратите внимание, здесь вам видно, что такое айсберг? Вот это водная часть айсберга. А вот это подводная часть айсберга. Потому что человеку несвойственно оценивать. Ну да, мы знаем, что айсберг 90% находится под водой. Сколько это 90%? Вот такой картинки никто не видел. Поэтому Титаник, если поразложить, он там по высоте такой. Но пропорол-то он воду под водой. Вернее, бок под водой. И что у нас получается? Что мы 90% своих усилий направляем только на то, что мы видим. На вывеску. Ага, нам надо вывеску сделать. Бигбордик повесить. Рекламу на радио дать. Мы ее услышали. Слышат вообще люди на радио? У меня вообще, я уже забыл, когда радио включал. То есть у меня углплей везде, наушники везде. То есть никто ничего не слышит. Ну какое радио? Какое радио? О чем вы говорите? Глубокое понимание клиента, оценка угроза возможностей, управление рисками, портфельная стратегия, формирование управления ПНР, стратегия инноваций, внутренний маркетинг, многое другое. Уделяется этому 10%. Теперь скажите, кто-нибудь вот эти слова понимает? Ну, вот смотрите, к чему мы сейчас учимся на прошлом мастер-классе. Глубокое понимание клиента. Сегодня мы будем заниматься вот этим, вот этим. Ну, вот эти все вещи мы должны будем пройти. У меня вопрос сразу по ходу. А вот реклама в метро, помните, такие экранчики, кладочки? Раньше было популярно, пока не было вот этого. Сейчас они жутко достают нас. То есть, если реклама вызывает раздражение, то, скорее всего, она перекладывается на сообщение, и раздражение перекладывается на информационное сообщение, соответственно, на ваш бренд, если вы рекламируетесь. Нет, я не рекламирую. Просто они звонят, те компании, которые собственники этого экранчика, звонят, не, нет, это вопрос коммуникации. Предлагают рекламу. Я вот думаю, давайте на рекламу. Нет. Сразу вам сэкономлю. Должно быть наоборот. То есть, вы поанализируете свою аудиторию, поанализируете, где она ездит, и как она стоит, и как она вас пригодитает. Она стоит в метро, но она стоит вот так. Поэтому ваша репама должна учиться так. У меня цель мамки с детьми. Мамки с детьми не стоят. Никто не смотрит. Никто не смотрит. Все мамки. Каждая среднестатистическая мама в интернете, украинская мама в интернете проводит 4 часа в день. 4 часа в день ловите ее там. Забудьте про это. Это их желание вам это продать. Вот и все. Звони отстанавливаются. Итак. Первое. Можно фотографировать. Я бы сказал, даже нужно. Основывается на скидках. Программа лояльности. Давайте в следующий введем термин. Что такое лояльный клиент? Лояльный клиент это тот, который осуществляет повторную покупку. Именно повторную. Я лоялен к Укртелекому, хотя я его ненавижу. Только лишь потому, что я живу в центре, в 12-ти квартирном доме. Я могу пользоваться либо мобильным интернетом, но стационарным интернетом я могу пользоваться только еще на горе. Могу пользоваться только Туркателекому. Соответственно, я плачу за номер, я плачу что-то в месяц 350 или 450 гривен, и у меня ужасный интернет. Но я лоялен к Укртелекому, потому что я вынужден его покупать. У меня нет других. Нет, нет, нет. Все проверили. У нас весь дом, в чем мы только не придумывали. Нет. К сожалению, нет. Не электоральный. Поэтому основа программы лояльности основывается на скидках. Есть книга Байрона Шарпа, автора МБД, я не помню название точно, автора можете сказать. То есть, клиенты ждут заниженных цен. Если вы работаете на постоянную аудиторию, то зачастую постоянная аудитория, пользующаяся вашими услугами, ждет, когда вы сбросите цен. Поэтому один из способов противодействия это введение динамических цен. Наоборот, когда уменьшается спрос, как в авиабилетах, уменьшается количество предложений, растет цена. Следующее. Пытаются привлечь уже лояльных клиентов, готовых платить больше. Если клиент лояльный, мне как сейчас подняли цены украшения, что там у вас трапилось. Следовательно, я никуда не деваюсь. Смотрите, то есть, Укртелеком не поднял цену. И я просто вынужден эту цену заплатить. Да, можно сказать, что они локулы бизнеса, но они этим пользуются. Они четко понимают, что они могут поднять цену. И это бизнес. Нет, пожалуйста, сим-карта, мобильный интернет, я периодически пользуюсь фэйсбуком, но 4 кино, 4 телевизора, 4 там, плашет, телевизор, 1 телевизор, 2 он не потянет церном мобильный интернет. Пока еще, по крайней мере, это 4G, то биль. Отталкивает новых клиентов, то бишь, говорят, этот рынок не для нас. Поэтому определитесь с картинкой, в каком корзине ваш бренд и какой психотип ready to buy, помните? И нофия ready to buy. То есть, какой еще не совсем готов покупать, чтобы вы не оттолкнули нового клиента. Способствует развитию похожих проявл лояльности у конкурентов. Так, наши спортивные конкуренты делают то-то. Мы делаем то-же, даем на 5% скидки больше. Это самая большая глупость, которую можно придумать. То есть, на конкурентов обязательно нужно смотреть. Но бренд покупает, и умный потребитель, и будет вам говорить, обыватель в частности, придет и скажет, а у ваших конкурентов такая цена, дайте мне скидку. И вы самой большой глупостью будете, если вы эту скидку дадите. Все. Это бизнес, бизнес на скидках не построишь, запомните. снижают прибыльность, соответственно, и снижают стандарты из-за отсутствия всех прибыли. То бишь, если у вас по проектному менеджменту несколько уровней, там, топ, менеджер, ну, потом там уборщица и так далее, там, например, да, несколько персоналов, то есть, вот уборщица, да, ага, у нас кризис пришел, давайте уборщицу сократим, пусть девочки теперь там на рецепции, там, ну, условно говоря, убирают. Девочки будут убирать спустя рукава, или еще хуже, будут пытаться отлынивать от этого. А гедонист, пришедший в клуб, скажет, ребят, у вас грязно стало, то есть, было чисто, на букинге смотреть, там, один оценка, чистота в номере, ты заходишь и говоришь, чуваки, грязно, ну-ка убери, раз, раз, а у вас нету некому убирать, вы переложили свои ответственности, вы доложили на каждого из них, а это сразу, каждый уровень, минус 20% эффективности, минус 20% эффективности, минус 20% эффективности, то есть, невозможно, то есть, у человека должны быть обязанности, которые он должен выполнять, соответственно, понижение стандарта выйдет, и на это аудитория, которая платит максимальную цену, в первую очередь реагирует, 6 критерий лояльности, обязательно сфотографировали, которые вы должны применять, если вы бренд, первое, клиенты практически не должны интересоваться другими брендами, поэтому вы должны настолько активно вести с ними близко политику контактов и взаимодействий, чтобы исключить другое поле бренда, об этом будет позже, при покупке товара используют название бренда, вопрос, кому обращаются из вас по имени клуба, то есть, кто говорит, из родителей, из целевой аудитории, я ввожу ребенка не на плавание, а в клуб Спартак, например, кто говорит, вот, есть, вот это очень важный момент, потому что, один из первых базовых критериев, когда вы занимаетесь к какому-то видам деятельности, а вас называют не по имени, а по виду деятельности, то есть, они говорят, я, у меня очень показательный пример был, у меня, там, какой-то период времени было, школа, мы еще тогда со школой работали, как-то так, случайно получилось, я купил школу, они потом открывали фольксваген, мы с ними там долго работали, и у меня сосед с офиса подходит, говорит, о, у тебя школа там, да, октавия, я тоже такую купил, и показывает мне, я говорю, а, ну да, классно, а где купил, он говорит, в каком салоне, он говорит, там, на 20-я, где-то, то есть, он купил машину, и даже не проидентифицировал, в каком салоне это сделал, а у них уже тогда была конкуренция, три салона, по-моему, существовало, то есть, это очень плохо, то есть, если вас не идентифицируют, если вас не используют название бренда, это колоссальная проблема, и способ решения соцсетей, способ решения соцсетей, долбежка коммендует бренд других, вот это называется брендом бассадорство, обратите внимание, чем отличается лояльный клиент от бренда бассадора, лояльный клиент отличается тем, что он покупает, брендом бассадор, может никогда не купить, но он будет вовсю об этом трубить, и в этом, кстати, очень хорошие подражатели, они будут говорить, да, это нужно, это нужно, ну и сами будут либо минимально пользоваться услугой, либо вообще не покупать, либо рядом стать, либо заменителем, но чувствовать какую-то принадлежность, поэтому обратите внимание, бренд амбассадоров тоже нужно за то что называется захочет при вовлекать хотя они вроде бы не вовлекают но может быть эти бренд амбассадоры расшаривают очень хорошо заполняет роль пиар мы дольше ждут и дальше ходишь чтобы получить этот бренд вот мы проводились процессе с родителями если ребенок занимается в клубе если ребенок занимается хорошим с тренером и тренер уходит куда-то там другой бассейн если у вас уходит стоматолог если вас ходит парикмахер вы идете за ним вот это привязанность дольше ждут и больше ходишь чтобы получить именно этот бренд с легкостью воспринимают расширение бренда то бишь готовы если вы готовы к вашим изменениям обратите внимание если вы вот очень важный момент ваш бизнес это понятие общественное тоже в следующий момент постулат бизнес понятие общественное вы вроде бы собственных бизнеса что хочу то и делаю своим бизнесом но ваши клиенты так не считают они уже вовлечены и очень часто бизнес говорит не коммуницируя с брендом не подговоря им что мы планируем то или иное направление мы планируем расширение мы планируем новую группу клиентов не вставить в известность и тут возникает проблема то есть существующие клиенты которые считают себя уже вовлеченными вдруг видят новый сегмент что-то новое новое любого человека отторгает всегда это закон первоначально они всегда торгать если вы им не пояснили вы найдены вы получите хейтеров так называемых все сразу начали а новые дети в детском саду новые люди нашему моему ребенку шкафчика не хватило и так далее и тому подобное вы всегда получите проясняйте свою позицию заблаговременно даже если у вас все хорошо ну и продолжай платить больше продолжай платить больше потому что речь идет не платить постоянно а платить больше то есть что бизнес должен четко рассказывать своему клиенту и прояснять за что он платит при изменении каких-либо услуг тарифных сеток планов увеличение цены люди должны с легкостью это воспринимать это абсолютно нормально это абсолютно норма есть теперь пирамида маслу обратите внимание классический то вместе спиралью динамику я не стану труд и классическая пирамида маслу она хороша для восприятия на первом этапе у нас голод жажда половое влечение на следующем защищенность и спор начинается вот принадлежность при надежность к общины яна клочкова это принадлежность быть принятым любите виды вот отсюда начинается спорт потом он идет дальше спорт олимпийский уважение почитание обратите внимание это разные ступени потом тренерство да и уже дальше вопрос занятия спортом реализация своих целей самоактуализация способность развития личности это выводы йоги выводы саморазвития изменения питания так далее это один из высших элементов обратите внимание то есть запрыгивать отсюда сюда нереально вы должны поступательно проанализировать с какими себе если вы работаете с этим из вот этим сегментом это развал нельзя вы не сможете создать в одном месте физическом когда у вас абсолютно разные группы клиентов по пирамиде масла вы они не сты состыкуются между собой уйдут скорее всего и не другие они могут быть только смежные либо сквозные чтобы они поосознавали это вот детский спорт физическая физиологическая безопасность ребенок должен учиться драться даже отсюда то есть боевые виды спорта даже начинается отсюда бокс и так далее вот они начинают отсюда мамы говорят мальчик должен учиться вот ощущение безопасности потом дальше при надежности он начинает смотреть на тренера потом уважение починание начинает достигать каких-то результат потом начинает развиваться дальше потом выходит вверх уже самый верх обязательно анализируйте ее самое главное и самое простое одновременно и самое трудно это анализировать отношения эмоциональные отношения эмоциональные отношения теперь сегодня я веду термин бизнес-модели потому что мы говорим о сокращении издержек бизнес-модель это карта проблем бизнеса теперь номер один вопрос у есть спортивные клубы вы зарабатываете деньги неважно есть государственные способы общественной организации бизнес-организации кто прорабатывал бизнес-модель в той или иной ситуации хоть какой-то свою бизнес-модель анализировал никто вы какой способ каким какой методологии да я понял ну вы вы просто прописывали процессы как-то анализирует бизнес-модель это методология хорошо окей тогда смотрите что нужно любой бизнес должен создать ценность доставить ее клиенту и получить прибыль вот это три аспекта бизнес-модель они очень просты вопрос как это сделать эффективно как это сделать эффективно очень просто основа стратегического маркетинга я вам писал фокусы отличия умным языком релевантность и дифференциация релевантность это соответствие запроса то бишь если я набираю в угле голосовым набором или пишу скорее всего голосовым танцы на пилоне то я ожидаю вы бы выпасть вы а вы не сказали наберите гугли там студия такая то вы должны выпасть не сразу если вас нет на первой странице гугла потому что вы не дали деньги нормальному сеошнику вы не релевантны на вторую страницу угла не пойду потому что у меня наверняка на 1 80 процентов клиентов нужно первой странице гугла по всему миру там достаточно 68 позиции выпуска если вас нет вы не релеванты я на вторую страницу не пойду вот проверьте если вы по ключевому запросу в интернете не попадаете вас нет вы должны попадать вот это называется релевант а дифференциация это та точка отличия которая возникает пока я слышал на один сайт он ужасный все родители говорят у спорта ужасные сайты ужасные коммуникации ужасный визуальный бренд ужасный менеджмент поэтому мы здесь чтобы это не было ужасно вложитесь деньги в сайт вложите деньги в в картинку вложите деньги в коммуникацию вложите деньги в соцсети вложите пропишите деньги не на не делайте сайт сделать один лендос хороший и уже нормально будет лендинг лендос это жаргон одностраничный сайт он хуже ротируется но по крайней мере он будет попадать по прямому запросу на тильде то вообще есть куча бесплатных инструментов теперь святая святых четыре фундаментальные задачи которые вы должны решать если вы их не решаете ваш бизнес шарки и валки и нежизнеспособны первое вы должны управлять структурой себестоимости у каждого бизнеса есть где же 2 вы должны более полным образом использовать имеющиеся активы и должны понимать что указаны должны понимать что такое ваши активы как вы можете для них расширить финансовые потоки и могу вам заверить смело что у каждого бизнеса каждого вида спорта клуба федерации есть как минимум одна уже существующая на данный момент возможность использования имеющегося актива получения дополнительных источников дохода как минимум 1 а зачастую 3 как в любом бизнесе потому что вот когда провожу с предыдущей сессии с клиентами выскакивает сразу несколько моментов а почему мы это не сделали вот это вот за это можно за деньги да почему вы не сделали не знаю то же самое расширение возможности для увеличения дохода это привлечение других аудиторий появление смежных элементов кросс-маркетинга когда вдруг стрельба из лука может полететь явиться каким-то корпоративным элементом а гольф-клуб например как у нас называется гольф-клиника это является частью корпоративного времяпровождения для и в это то есть когда они пришли помахали а потом пошли классить нервную айтишников вот это расширение возможности для увеличения дохода когда вы им заводите это в интертейн и вот только здесь четвертое место только за это отвечает бренд то есть вот поэтому я говорю что бренд это не логотип но система визуальной коммуникации которая правильно построена она действительно помогает вам получать как минимум насколько статистически готов платить средний потребитель за бренд на те же 20 процентов это общего от 20 до 50 процентов если это new balance made in england я заплачу за него эти же деньги в два раза больше чем new balance made in indonesia потому что made in england контролирует завод во флинге контролирует что каждый рабочий выпускает максимум 50 пар за смену поэтому не через год не развалится как мои супруги 410 парней балансов я уже знаю какие когда нужно покупать и как они разваливаются но я фанат бренда то есть я не верю откосовки относительно new balance ну и для бека и секс понятно это просто узконаправленная категория все по и по белому баланс но я четко понимаю в чем это различие и за это готов платить точно так же должен вести себя ваш нет вы должны ему сказать вот это и ты платишь за это поэтому вот это рост крестской ценности это бренд и эта система визуальной коммуникации как это работает вот так выглядит карта эмпатии которую мы будем с вами заполнять это в виде заполненном обратите внимание просто покажу это классический пример здесь листики двух цветов там один без желтый 2 зеленый но в чем фишка они вот полностью были различные кроме одного здесь две целевые аудитории одна это украинский бизнесмен который хочет работать западом а вторая западный бизнесмен который хочет работать с украины так вот у них все было разное все разное вообще все более достижения что говорят делает основы бизнеса что слышат что важно у них одинаковые были достижения и наш бизнесмен и датский бизнесмен с датчанами расписывали хочет быть первым в рынке хочет если у него частный бизнес передать бизнес детям хочет классной репутации потому что если вы мучите рога всю жизнь вы хотите быть и иметь репутацию для вас это важно и у них оказались одинаковыми достижения как вот это выглядит вот такой мы будем проходить с вами но я в конце покажу то есть любой проект вот здесь лежат психотипы здесь лежат психотипы расписывается относительно болей и достижений клиента и если вы решаете его боли и способствуйте его достижения и расставляете приоритет что вы должны сделать тогда это работает только в этом аспекте нужно думать какие боли вы закрываете и каким достижением вы способствуете мам детей бабушек дедушек тренеров вот здесь целевая группа и в здесь целевая группа может быть несколько потребители услуги могут быть детьми а те кто платят публики пользователи услуги могут быть детьми а потребителями те кто платят могут быть родители соответственно у вас здесь могут быть абсолютно разные мотивации могут быть разные боли у родителей и детей точно также мы не будем входить есть еще понятие customer journey клиентский путь и так далее и тому подобное но вы обязаны раскрыть эмоциональную составляющую своего клиента карту эмпатии будем пытаться делать а вот эта формула счастья и сейчас мы поговорим об этом подробнее маржа потенциальные клиенты коэффициент конверсии в реальные клиенты средний чек одной транзакции количество транзакций с одним клиентом за единицу времени теперь скажите кто из вас использует хотя бы один из этих пяти параметров в своей финансовой деятельности если нет я вам сочувствую честно если нет серьезно честно я вчера слушал подкаст больше часа продать менеджера это не касается эти отрасли мы сейчас вами разложим то можем сельский магазин взять например то есть можем взять любую пример просто я хочу показать это на реальном примере как это работает давайте возьмем никому не было обидно на примере брендингового агентства вот например ко мне приходят клиенты какое-то потенциальное количество я могу сказать что на мой сайт учитывая что я работаю в определенном сегменте на мой сайт в месяц как мне google заходит там до 500 человек условно говоря вот у меня 500 примерно 500 потенциальных клиентов захода на сайт это мне сейчас не стоит ничего потому что я свое время я не пользуюсь google adwords но я все время нанял одного из ведущих сеошников харькова работающих в иностранной корпорации заплатил ему по 30 долларов в час его тарифа и отстроил себе си оптимизацию раз и на всю жизнь ну я верну над на ту жизнь на которую я планировал понятно что очень много меняется инструментов но мы там разбудут с ними встречаемся он там за 100 долларов не что-то подкручивать но я никогда не плачу деньги google adwords но я регулярно получаю запросы а т.б. волк там варус это куча куча сетевых компаний которые обращаются и очень мигает вы можете в киев завтра давайте встретимся там я не могу меня на билете они даже не смотрят что я в харькове нахожусь то есть моя картинка мой уровень работ полностью соответствует уровню работ ведущих там киевских агентств а тем более цена дешевле в харькове парки и классный дизайнеры я так сделал несколько проектов ну что как минимум два раза дешевле цена хочу тут приехать по вас приехали 10 раз пообщались по skype процессы все равно как кажется кто где делает в харькове сидят в офисе или в киеве сидят в офисе вот это мои потенциальные клиенты дальше коэффициент конверсии в реальный клиент из вот этих 500 заявок у меня будет реальных клиентов в месяц максимум 3 я четко понимаю у меня будет максимум 3 может быть 5 не больше и я понимаю что у меня один процент у кого из вас зашло сколько-то вышло сколько вы должны понимать что если мне заходит определенное количество длинный сайт я могу ожидать здесь там от 3 до 5 клиентов месяц для разной степени работ не важно они могут у меня заказать консалтинг они могут заказать у меня брендинг но максимум я должен четко понять следующий средний чек одной транзакции я четко отказался от дешевых работ у меня работы достаточно дорогие стратегические емкие и у меня средний чек самой транзакции там на цель тысяч гривен условно говоря я имею за проект брендинг и количество транзакций за одним клиентов единицу времени у меня вот здесь у меня проблема потому что если у вас человек приходит регулярно и может заниматься я уже не говорили понятие такое в тв сколько человек ходит long-term value сотрудника есть салона валим клиента например клиент пользуется вашей услугой погодит то есть у меня продукты все индивидуальные поэтому у меня вот этого показателя практически нет потому что он может быть следующий показатель через 35 лет у меня есть компания как раз три года открывают новый бизнес они ко мне приходит дим там ресторан сделал мы сейчас там спортклуб открываем тэн спортклуб сделал у меня есть клиенты за 10 лет он сделал три разных бизнеса вот раз три года а у вас вот этот показатель может быть очень большой очень большой и вы должны для себя проанализировать какой из показателей нужно естественно работать со всеми показателями но что такое то есть как увеличить ваш оборот в два раза это если каждый из показателей из вот этих четырех увеличить на на целых двух десятых раз то есть у вас в общий оборот увеличится два раз например вы четко проанализировали как я в свое время конкурентное поле и у меня стоимость там часа консультации три года назад возросла с 800 гривен до 100 долларов что вы думаете я потерял хоть одного клиента нет я четко выявил их боль я четко можно сказать что за 200 долларов могу решить вопросы на месяц работа отдела маркетинга поэтому чем у меня в основном собственных бизнеса он меня нанимает собирает всех заплатил мне деньги неважно перевел так на все вперед решает вопрос потому что я четко проанализировал смогу ли я поднять стоимость своего чека следующий момент я проанализировал вот тот момент который вы говорите могу ли я поднять стоимость своего чека если количество транзакций с одним клиентом у меня мало если мало действительно нужно понимать если у вас количество транзакций с одним клиентом времени достаточно часто то есть он например вам ну например магазин у дома или например рынок вы раз в неделю приходите на рынок то есть вот количество транзакций у вас раз в неделю то есть вам приходит человек заниматься там раз в либо два раза в неделю вот это его количество транзакций вопрос можете ли вы ускорить количество ну вам например кто-то говорит давайте мы будем третий раз заниматься ну у вас основная проблема а может быть нету времени нету помещения нету тренировок то есть возможно этот показатель увеличить нельзя а кому-то наоборот очень легко они говорят а мы сейчас заведем там еще какую-то дополнительную услугу вы там будете заходить еще кофе попить например то же самое как поднять средний чек он за транзакции если у вас большое количество мелких по полу поставить дополнительные услуги когда вы вдруг начали продавать спортивное оборудование когда вы вдруг начали продавать мастер-классы там как это называется курсы не курсы а там какие-то семинары которые несут дополнительную ценность например вы не провете не просто семинара к вам приехал на семинар какой-то там ну скажем не то что важнее а весомый для профессиональной отрасли человек соответственно вы можете поднять стоимость чек одной транзакции то есть обратите внимание по такой степени по такой функции работают очень много то есть собираю там все эти бизнес конференции я их не люблю они абсолютно глупые это лучше на концерт сходить по деньгам на дипеш мод или на металлику получишь больше удовольствий вот лоб там и прочее прочее когда там со сцены там то черняк то еще кто-то вот они повышают таким образом стоимость транзакции то есть выбирая качество спикера хотя они говорят обычные тупые книжные фразы то есть если так послушать чисто то не ровно коэффициент конверсии в реальные клиенты это то чем я говорил например айтишники пользуя тем что у вас есть напоминалки пуш уведомления когда вы говорите а вы там интересовались звонили мне у вас например клиентский сервис то есть вы анализируете на у вас ход 500 звонков или там 500 запросов а реально клеток 10 это очень низко то есть это жили позвонили они вас набрали что нужно проанализировать может вам нужен смс сервис может вам нужен менеджер который будем перезвонил и задал вопрос это опять же по этой степени за коммуникации которые хотят клиенты некоторые не видят звонить некоторые на проб хотя чтобы позвонили это нужно с ними продавать то есть вот эта формула требует очень детальной проработки относительно того как вы делаете то есть как приходят клиенты как они становятся из потенциальные переходят реальный как можно увеличивать чек-танзации можно ли просто поднять цену один из простых элементов увеличения дохода это просто поднять цену потому что часть рынка особенно киевского есть когда получается крутая компания у нас сразу коэффициент полтора киев так и так не принято они они назвали там сумму нашу карьковскую мнение нам дешево не надо не надо тогда мы будем ездить столько в этом придумали у столько нормальной цены то есть потому что обращаю внимание сейчас вернусь к пирамиде маслоу потому что если заказчик находится где-то вот здесь хозяин бизнеса они вот здесь то у него есть или он гедонист то у него есть свое понятие цены на этом условии то есть он ездит там ландрувере лэнд крузере и так далее и тому подобное питается определенных ресторанах тратит определенную жизнь он все равно проверь повторять правила титаника он все равно смотрит что это должно примерно сколько-то стоит потому что остальное как-то очень дешево и очень большая ошибка продаваться дешево дорогим клиентам это одна из ключевых особенность бизнеса они просто недополучают деньги неправильное неправильный прайс-листом идем дальше вот это бизнес-модель то о чем я говорил мы будем прорабатывать ее более детально я просто сейчас вкратце скажу что бизнес-модель состоит из трех моментов у него в основе лежит хребет ценностей то есть есть желание это клиенты отношения с летом и сегменты и есть жизнеспособность вот здесь доходы вот здесь расходы жизнеспособность это когда ваши доходы превышают ваши расходы это бизнес-канвас это модель остальвальдера можете нагуглить ее а вот это реализуемость то есть у вас есть ключевые партнеры у вас есть ключевые виды деятельности и у вас есть ключевые ресурсы то о чем я говорю что почему голландцы впереди планеты сей например у голландцев только от дизайна ввп 8 с половиной процентов это половина ввп украины только от дизайна потому что они впереди планеты они вынесли все вредные производства потому что они четко понимают кстати очень часто в голландии бизнес то есть эти все технологии используется очень сильно прогрессивным бизнесом то есть она очень простая очень понятна эта работа мы отдельно посвятим ему мастер-класс но я просто хочу сказать что не анализируя свой бизнес неважно вы общественная организация не общественная то есть не понимая все противоречия четко понимать не анализируя свой бизнес не выстраивая свою бизнес-модель вы не сможете стать успешным вот так она выглядит это не спорта взяла делал переделывал то есть пришел запрос от человека не спорт сумская прокат и продажа вела и сноубордов то есть два сезонных рынка зима и лето-весна да то есть вот она так выглядит мы с ними вместе с и компания заполнялись и стратегические моменты презентации будет более понятна но смысл один он пришел и говорит у нас было несколько ситуаций когда клиент не купил у нас дорогой велосипед почему он не знал что у нас продается он даже не мог подумать он привык у нас покупать там замки какие-то еще какие-то расходники там колесиков это то есть а когда он купил это в нашего конкурента ну и так вот у нас стоит у меня не сказали это кашу не посмотрели то ребят ну вы так выглядите что у вас в чем было причем вы выглядишь у вас не продаются троих магазин я поэтому даже не подумал вот это было толкнуло их на ребры сейчас они это воплотили сделали там реклама была с роман хороших отношениях все движется то есть из команды пропичали почему потому что часть из них он может и хотел бы но работать с новым клиентом с летом дорогим выходить на новые сегменты а студенты за 5 за 10 или на прокате они муху загоняю да то есть они очень чувствительны к цене а тот человек вообще не был чувствительный но посмотрю как-то в этот дешево до места классно неудобно как-то вы дешево увидите все изменили сделали визуальную картинку и так далее так далее вы еще попутно выяснили несколько источников дохода то есть вот так работает бизнес воды мы будем ее обязательно прорабатывать с вами ну я просто покажу понятно смотрите чтобы каждый применил это вы должны с этим проработать не один час просто я ее покажу более детально и мы будем проводить такой легкий практически это получасовый мастер-классика ну естественно потому что чтобы понимали записание описание бизнес-модели индивидуально двух четырех часов это первичное без анализ почему это важно определите вопросы за то вот смотрите на левую колонку вопросы которые зачастую вы задаете сами себе наши клиенты нам мало платят блин мало платят блин надо что-то делать надо помешать цены как решается с помощью бизнес модели либо создается дополнительная ценность либо персонализация отношений здесь очень важно понимать один вопрос есть очень четко прямая зависимость чем автоматизирование у вас отношения тем у вас ниже маржа чем персональные отношения тем большую маржинальность бизнеса тем больше человек вы можете поставить ну естественно сохранение той же структуры сдержан мы не можем сформулировать почему клиенты обо нас будут выбирать то же самое нет 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 не тренер нет ругайс без relation не тренер тренер должен заниматься своими вопросами безусловно он тоже должен уметь общаться с элементами должен тренер в первую очередь основная проблема тренера тренер не осознает своих подопечных клиентами он их он тренер оценивает их как они пришли будет заниматься нет они такие же клиенты могут заниматься у тебя и могут заниматься в другом клубе и могут в этом клубе заниматься у другого тренера поэтому не ты получишь деньги это отдельная тема мы не можем сформулировать почему клиенты будут нас выбирать нету фильтров более выгоды карты эмпатии и нету ценностного предложения четкого клиент делает одну покупку очень часто люди пришли попробовали уходят и либо пришли попробовали ну вот этой покупкой я говорю о том что когда они пришли к вам там походили месяц условно раюши так три-четыре раз потому что не создается экосистема вы ничего не делаете для того чтобы человек если он пришел подражатель ему нужны какие-то факторы подражали фоточки звезды о тут доска почета условно ря вот ли они там с на чемпионате мира были вот тут там не знаю там леди гага с ними выступала там не знаю как угодно слишком много усилий для продвижения очень много очень много активностей неправильно определены выгоды ценности мы здесь и здесь и там и в метро и на этих самых кучу денег тратим вроде бы что-то движется но какое-то все хаотично расстановка приоритет много ключевых активностей за что хвататься нанять специалиста первую очередь здесь использование аутсорсинговых ресурсов аутсорсинговые ресурсы то бишь внешние специалисты консультанты либо отдельные подрядчики вот я понимаю четко что мне нужно высококлассная на силу у меня такой же сайт есть на английском языке мне я нанял двух англичан англичане написали английский контент мало того они еще между собой спорили о его переводе теперь я точно так же получаю от английских агент села тогда у вас на классный контент вот она видео фичи но они предлагают нам какие-то вещи но меня нанимают точно так же когда они способны сами реализовать услуги на короткий период времени потому что введение в штат высококлассного дорогого специалиста очень дорого я вчера слушал подкасты про это работают в англии в англии фронок директор продакт директор такая функция он в день в день может получать тысячу фунтов в день вставлять но его лимитируют то есть высококлассный специалист он может работать там 5-7 день в неделю 10 максимум то есть его лимитируют них такого понятия как фопы запрещено потому что он платит совсем другие налоги но фирма способна платить такие деньги почему он решает ее вопрос много каналов приоритизация то есть очень часто мы и здесь и на бигбордах и афиши повесили не фейсбуке в инстаграме и ютюбе и так далее и тому подобное и везде по чуть-чуть нет соцсети подразумевают безусловное присутствие но обратите внимание что даже мега бренды соцсетях и используя youtube они могут использовать только например продвижение через youtube либо только продвижение через инстаграм либо только продвижение через фейсбук вы должны то что называется трекать и щупать свою аудиторию и анализировать а есть она фейсбуке если может вас то профиль фейсбуке на аудитории в инстаграме тогда сфокусируйтесь туда выкладывайте туда маленькие бюджеты смотрите активности то есть вы должны понять принцип эффективности если вы как солнышко у вас ресурсы бизнес модели это все энергии и вот это неверно здесь нужно либо вы один вот ваши соцсети точно также должны быть направлены то есть вы должны четко понять где сидит ваша аудитория и как дядя вспоминаем что бренд как дядя продал бить его целиком и только после того как нефти уже закончилась здесь начать обрабатывать другой пласт очень часто люди обрастают и ой ну давайте здесь делаем давайте еще здесь попробуем да эти активности должны быть пробоваться но не более чем 10-20 процентов 10 процентов риска 10 процентов новизны должно быть всегда про бизнес модели будем говорить вам чин непонятно там еще поверьте это даже бизнесу непонятно вот когда мы будем детально я вам расскажу что такое персонализация взаимоотношений следующий вопрос существует всего лишь три вида бизнес-модели опять же еще раз говорю все нужно делать и помните три корзины клиентских взаимоотношений есть так называемая инфраструктурная бизнес-модель которая направленная на издержку есть клиент-ориентированная бизнес-модель направленная на взаимоотношения клиента тип мышления чего изволите инфраструктурный бизнес-модель это а т.б. но а т.б. black там есть вино авокадо печень трески лосось и все остальное это уже клиент-ориентированная потому что они уже понимают что эти клиенты хотя чуть-чуть другого и третий тип из модели инновационно это бизнес-модель новизны создание инноваций под инновацией подразумевается не то что раньше никто никогда не делал до вас а новый взгляд даже на существующую проблему уже может быть инновацией то есть условно говоря фокус зрения смотреть на это отсюда о точно отсюда лучше . как точка на город вы на город можете смотреть отовсюду но вот с каком-то месте можно поставить до за границей то есть и там еще монетка и вы подходите и видите за что вы заплатили эту денежку вот это инновационная бизнес-модель когда она вдруг говорит а вот теперь мы можем сделать вот так как это работает и почему это важно определить его смотреть потому что для решения любой ситуации вам нужны ресурс люди деньги станки зал и ледовая арена локомотив арена поле поле для стрельбы из лука как это работает работает очень просто это элемент проектного менеджмента то есть которого всем не достаю так вот выбрать 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 мы всегда можем то есть либо качество и деньги либо качества и время либо время и деньги дешево и сердито быть не может может быть дешево и не сердито а для реализации Это можно выбрать два пираметра. А для реализации любого проекта, человеческого, мы сейчас говорим о людях, например, вам какого тренера нанимать? Тренера рук, тренера опыт или тренера мозги? Сейчас я об этом поясню. И больше другого не существует, и можете выбрать только один. Если у вас инновационная компания, если вы придумали какую-то фишку в своем виде спорта, то вам нужен человек не с опытом, а с мозгами, который может эту фишку пропагандировать, эту фишку внедрить. Если вы классическая федерация, но у вас большое количество уже существующих клиентов, разбирающихся в бизнесе, разбирающихся в спорте и ходящих на опыт, вам нужен опытный человек. Но самое глупое, нанять опытного человека, если у вас аудитория для новичков. Вы переплачиваете с точки зрения сдержанных. Они никогда в течение первого, второго, третьего года не поймут этого опыта. Поэтому вам нужно нанять руки. Но ни в коем случае работу опытного клиента, опытного тренера, либо тренера мозги, нельзя переложить на дилетантов. То есть, ну ты же тренируешь там старшую группу или еще каких-то, возьми еще там потренируй кого-то. Нет. Вот эта вот ступенчатость менеджмента, она очень важна и в бизнесе в том числе. Потому что зачастую мы нанимаем человека, который хороший бухгалтер, он навряд ли хороший менеджер. Тот, который хороший менеджер, навряд ли он хороший инноватор. Тот, который хороший инноватор, навряд ли он хороший менеджер. И вот это основная из базовых ключевых проблем, когда мы путаем, что у нас, если клиент-ориентированная модель, то нам нужен опыт. Если инфраструктурно, если мы экономим издержки, нам нужны руки. А если инновационно, то нужны мозги. И никак иначе. Я имею в виду в основном своем. Понятно, что нам нужны люди на разных уровнях работы, но в основном своем это ключевой принцип определения того, кто вы есть. Если вы оказываете четкие клиент-ориентированные услуги по запросу, а я хочу вот это, а сделайте мне вот это, а сделайте мне так. И вы говорите, да, 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 конечно. Вам нужен опыт. Если люди говорят, а как вы скажете? А как нужно сделать? То вы скорее всего инновационной компанией. Вам нужны мозги. И вам нужен человек, который будет говорить. И может это продвинуть. То есть вы это будете вы. А если у вас начинающая компания, и вам важно попасть в сумму чека. Если вы работаете с обывателями, которые задушили вас скидками, то вам скорее всего нужны просто люди-руки, то что называется, которые будут просто выполнять эту работу. Вот я даже в воскресенье к тещу написано. Завод Аквайзол, нужны сортировщицы. Это просто чисто прямая регула. Нужны сортировщицы, зарплата 9 тысяч гривен. Все. Вот это четко. Работа-руки. То есть возможно Аквайзолу нужны еще и мозги, и опыт. Потому что они активно выдвигаются на польский рынок. Вы участвовали в Будве. В Будве продают там больше, наверное, на миллион долларов на польский рынок. Потому что в польский рынок строительство растет. И там черепица, и изоляция очень популярны. Но это туда. Там наверняка мозги. А здесь руки. Здесь руки. Ресурсная страна. Поэтому они здесь нанимают руки. А туда, наверное, продают то, что эти руки сделают с помощью мозгов. И возможно, что у них сейлс вообще может быть там больше польских. Соответственно, получается совсем другие идеи. Вот с этим понятно? Смотрите, мне очень важно, чтобы вы поняли очень важную вещь. Что выбирать между качеством, время и деньгами можно два параметра. Но только два, не три. А вот выбирать в ресурсном понимании между руками, мозгами и опыт, в зависимости от того инфраструктуры клиента и инноваций, можно только один. Никак не два. Нельзя. Вот это куча. По тренерам это все понятно. А вот по качеству, деньги и время проработаем каждую... Ну вот давайте... Давайте повозьмем... Например, сколько нужно времени подготовить вам... Не назову так подготовить специалистов. Сколько вам нужно времени, чтобы родитель, пришедший к ребенку, приведший ребенка к вам, увидел его результаты. Вот смотрите, пришел подражатель, он должен увидеть свои результаты. Он хочет. Часть людей, приводящих в спорт, в образование, это либо семейная, либо нереализованные мечты своих родителей. Вот я видел по балетной школе, у меня старшая училась в балетке. Мы ушли, когда нужно было уходить в балетку. И мы сказали, нет, мы в балетку не идем, поэтому все, спасибо. И младшую я туда привел, легко взяли. Я видел тех детей, которые приводят в балетку. Ну, я не специалист, я, понятно, что я занимаюсь спортом, но я понимаю, что этого ребенка туда не возьму. Я понимаю. Естественно, его туда не взяли. Но было видно, что родители очень хотели. Очень хотели. Теперь часть родителей, которые ходят в балетку, они говорят, ну я же задолбал, ну мы сейчас перестали, задолбал создавать конфеты. Потому что родители, которые приводят людей в балетку, они мыслят точно так же. На 8 марта нужно собрать коробки конфет. Преподавателю нужно то-то. Зачем? Там молодая девочка, вот она, руки. Она явно, какие ей конфеты? Какие, ну зачем? Давайте цветовые купим тогда уже. То есть, зачем вот это вот тянуть сюда? То есть, вот это вот типичные проблемы, которые нужно решать. И в частности, например, если вы четко понимаете, что вам нужно определенное время для создания ресурсов, или человек говорит, я хочу, как основная проблема, одна из основных проблем родителей, о которой все сказали, родители хотят быстрых результатов. Хотите быстрых результатов? Платите деньги за ускоренные курсы. Тогда это будет сокращение результата времени. Ваш ребенок должен ходить такое-то количество дней и так далее. То есть, выставите ему эту программу и скажите, заплатите за это деньги. Потому что все говорят, либо это будет время и качество. То есть, при тех же деньгах, тогда это будет в три раза дольше. Понимаете, в чем разница? А нельзя объединить и сказать, хорошо, мы его сделаем. Вот очень показательный момент. Вчерашнем фильме было, Александр Кассель играл этого, ну как бы, там, играл еврея, который вот детей аутиста принимал. Ему сказала, там, одна из врачей сказала, вы никогда не можете отказать. Он говорит, да, мы всегда решим проблему. И вот это была его ситуация. То есть, он всегда говорил, они брали тяжело-больших больных детей, которых все отказывались. То есть, и ему каждый раз звонят, говорят, ну, ты же обещал взять. Ну, ты же обещал взять. А он под этим дамоклым мечом, как бы, ну, да, да, я обещал. Ну, да, а тут у него еще проверка, у него там собирается по лицензию занять. И вот это, он находится в этом стрессе. И вот в этом стрессе находимся мы. То есть, неправильная финансия. Нам нужно заплатить аренду, сбросили скидки. Нам нужно выплатить зарплату, сбросили деньги, дайте лишь бы каких-то денег и так далее. То есть, мы находимся, потому что мы не отрабатываем бизнес-модель, мы не понимаем зависимость процессов. Мы просто живем от забора до обеда. Ага, нам нужно такое-то число выплатить зарплату, такое-то количество аренды. Деньги пришли, фух, пока летит отдыхаем. То есть, и так до следующего раза. Это неверно. Это неверно. Так не доработает. Именно потому и говорю, нужно использовать эти показатели. И нужно их прояснять вашим клиентам, ваши клиенты, которые ходят уже регулярно, они за вами готовы выстраивать систему правил и слушать. И даже независимые хотят иметь формальную систему. Выстраивайте эту систему, вы проясняйте с ними, коммуницируйте и проясняйте свою позицию. Не бойтесь чего-то скрывать. Наоборот, сильная позиция, четкая позиция позволяет вам увеличивать цену и управлять. Лучше всего инновационная позиция. Лучше всего позиция, когда вы управляете клиентом. Лучше всего такая, потому что он смотрит за вами. Это помогает сделать вот такой момент. Это еще очередные 3 часа, поэтому я просто показываю, как это сделать. Да, у меня 2-дневный блог, 2-дневный статсессии 2 по 8 часов. 2 дня. Мы от начала проводим 6 элементов. Вот я их вывожу вам здесь в показ. Но такое заполнение, она стоит часа 3. То есть это шаблон ценностного предложения. У вас клиент, вот он круглый, у него есть задачи и потребности. Когда я привожу ребенка, я хочу, чтобы он был рядом, занять, убрать от улицы, записали. У него есть выгоды, и у меня есть выгоды. У него есть проблемы, и у меня есть проблемы. Отсутствие шкафчика может быть проблемой, и так далее. А когда это я клиент, а у вас есть товары и услуги, которые вы производите, у вас есть возможность заниматься тем, у вас есть душевая, либо нет душевую. У вас есть фактор выгоды, у вас есть фактор помощи. У нас, например, очень показательный момент был, когда в гольклубе, после того, как в гольклубе вели детскую комнату и об этом объявили, сразу появились местные, я с одним этажем джакузи сидел, я приехал в воскресенье, утром сидят пара, трое детей, они говорят, о, отлично, и потом раз, детей куда-то убили, все, появилась детская комната, парень, мы с женой, у них там кафе на Алексеевке, они детей отвели в детскую комнату, и сами приехали там, ну, на сутки, собственно говоря, дети заняты, они там могут, по крайней мере, расслабиться. И таких клиентов стало очень много, то есть, потому что, те, у кого двое детей, им нужно куда-то на выходные дать детей. Ну, деньги есть, а куда-то надо дать, да, там нянечки, понятно. Вот они начали приезжать в гольклуб, отдавать детей в детскую комнату, не милицию, а, все, а сами тут же отвисать в спа, там лежать на бассейне, все остальное, потому что дети подписываются. По крайней мере, целый день, они за это готовы заплатить, сумма чека сразу вознесла в два раза, плюс появились дополнительные источники дохода. Вот вам как это бизнес-модель работает. Когда мы выявили боли, и поняли, что часть людей готова переключиться, а в гольклуб, это быстрое переключение, часть людей приезжает туда, переключится на день-два. Как только мы увеличили, дали возможность подвести туда детей, потому что детей куда-то надо девать, я сам такой, то есть мне нужно то тещи отвезти, то маме, то-то-то-то-то. А когда я могу взять с собой, ну и там кому-то передать, вообще никаких проблем. И ребенок под носом, и он тебе не вредит. Сумма чека сразу вознесла в два раза. Почему? Потому что это вознесли. Ты же когда на отдыхе, ты не отказываешь ребенку все, что нужно купить. В ресторане мы пошли, все поели, все, вот вознесла сумма. Но у нас четко было понятно, что есть проблема, вот проблема, куда деть ребенка. И когда ты приезжаешь, тебе некуда деть ребенка, все, он с тобой. Значит, что? Я туда не еду. Я куда поехал? В нашу дачу. В нашу дачу можно дать ребенка. Правда, тоже условно, я свою забрал, потом смотрю, вот такая шишка. То есть, а смотри, они печеньками закормили, это уже вопрос взаимоотношений, почему они приехали. Мы приехали домой, она говорит, я есть не хочу. Потом, объяснила, что она съела миску печенья, а эта нянечка, которая сидела за ребенком, ударилась лбом и нам ничего не сказала. То есть, вот это уже следующее. Вот это хуже всего. Я после этого перестал ехать. То есть, я перестал туда ездить, отдавать ребенка. Потому что я понимаю, что мне было бы проще, если бы ко мне привели, сказали, смотрите, и ребенок активный, это абсолютно нормально, я бы никого не стал ругать, нежели утаить проблему. Что, все, теперь я точно ребенка не отдал. Это абсолютно нормально. Если вы не утаиваете проблему, общаетесь с ней, обсуждаете эту проблему с клиентом, он понимает, что вы хотите его вовлечь, он понимает, что он на вашей стороне, вернее, что вы на его стороне. А если вы утаиваете, идет другую. Это вот я показал, как Майрому переделали. Мы вывели ему, что это следы от, ну, у него несколько видов деятельности, следы от горных выш, следы от великов и так далее, то есть сделали ему классный тренер. А это сделали супериорфит, потому что это листик гинка-белова, дерево жизни, которое, у них два дерева этих растут, вот они, не здесь, это в другом месте. Эгоист я тоже показал, вот эгоист четко был построен, то есть, когда пришел, господи, Али у нас, это был, ну, семейный, они сказали, мы вот хотим работать четко, у нас четкий психотип клиента, т.д. мы на него отработали. Вот спорт маркетинг форум, мы когда сделали, вот это вот элементы брендинга, потому что эти элементы постоянно коммуницируют. Вот здесь уже нужно было вкладываться и платить деньги для того, чтобы работать. хватит саморекламы. Смотрите, вот это та бизнес-модель, которая из прошлого и которую зачастую в 95% бизнес проталкивает на рынок. Что мы можем, у нас есть, так типично все мышцы, не только в Украине, в России, в СНГ, неважно, в Америке точно так же. У нас есть завод, что мы можем продать потребителям. Дальше, как наиболее эффективно продать потребителям? Поехать на выставку. Какие взаимоотношения нужно устанавливать с клиентами? Вот типу взаимоотношений. Ну как, с ними нужно бухать. Вот я работал в сельскохозяйственном, там, то есть, и работать печенью. Газ, ездить, садиться на машину и бухать с ними, да? То есть, ну, нормально, так и было. Потом проанализировали, что как только перестали с ними бухать, извините за выражение, и отношения испортились. Ну, рынок, сельскохозяйства, так бы так работал. То есть, значит, нанимайте человека с хорошей печенью, четко понимайте, что он должен делать, вводите ему страховку. Потому что в западном любом контакте написано, у вас работа связана с продажами, вы не будете дома в течение 20-40 дней. То есть, условно, если ты там с маленьким родным ребенком, не планируй себе эту работу. И как мы можем получить доход от наших клиентов? Вот это классическая бизнес-модель, которая существует в любом из нас, из вас. И здесь ничего плохого нет. Но она не работает. Она не работает, потому что клиент хочет вот так. Ее нужно декомпозировать, ее нужно разносить. И нужно начать с шапочки. Как наши клиенты предпочитают получать ценностные предложения? Вы хотите, чтобы вы им звонили? А мне не нужно звонить. Напишите мне по почте, я быстрее отвечу. Я не люблю отвечать на телефонные звонки. У меня постоянно встреча, разговоры, я не хочу переключаться. Каким образом мы, как предприятие, можем соответствовать их стилю жизни? У нас с вами одинаковые. Помните, я говорил, постите в картинке, постите звезд, постите сферу, если вы баскетбол, постите результаты NBA. Какие задачи стоят перед нашими потребителями? Как мы поможем помочь в их выполнении? Что вдохновляет наших клиентов? Мы можем помочь желаемым. Какой тип взаимоотношений предпочтимы наши клиенты? И за какие ценности они действительно готовы платить? Вот когда вы ставите себя с помощью карты эмпатии, бизнес-моделей на их место и потом одеваете это на себя, вы в таком случае, это называется Product Market Fit. Вспоминаем мультик про Карлсона и Фреккенбок. Вот эта вот большая тетя, телевизор, ее нужно сложить четверо. Вот. Потому что иначе будет. Вот ваше любое коммерческое предложение реально нужно отфитить и сложить четверо. С помощью вот этих элементов. И оно тогда поместится в телевизор. Потому что все остальное, это ресурсы, которые вы должны тратить, но они никуда не дойдут. Ни во что не реализуются. Это будет бедствол. И не делайте, с помощью бизнес-моделей, если вы создаете какую-то ценность, мы обычно анализируем, мы вот это делаем, а вот за это вы деньги за это берете? Нет. А почему? Ну, мы это всегда делали. Я говорю, ну-ка, перестаньте делать. Перестали денег, вообще классно. Время освободилось, там ресурсы... То есть, если вы создаете какую-то... Это же бизнес-модель, она не эмоциональная. Если вы создаете ценность, и вам за нее платят, перестаньте ее создавать. Выключите портоса. Вот этот принцип, я дерусь, потому что я дерусь. Я делаю... Я этим занимаюсь уже 15 лет, все, я умру здесь. Да нет, перестаньте, значите заниматься другими. Откруйте какой-то другой бизнес, откруйте смежную федеральность. Перестаньте делать. Вот, так сказать, глобальное подтверждение моим словам. Why do business model innovation? Почему мы должны использовать конву бизнес-модели? И почему мы... Что она нам дает? Она дает... Это статистические данные от тех людей, которые ее использовали. В 55-6% она дает в первую очередь в долгосрочной перспективе сокращение расходов. Когда вы действительно понимаете, что вы будете этим заниматься, что это там дело, которое вам нравится, и оно будет в течение нескольких лет обязательно ее внедрять. И стратегическую гибрис, обязательно, strategic flexibility. Я привожу примеры. То есть, каждый день делаю йогу минимум час. Я, по сути дела, был единственным, который не порвал себе косые мышцы, вот эти вот вольфи. Потому что вот это вот желание шмякнуть, особенно вот вложиться в драйвер. То есть, те, кто думает, что гольф это из спорта для пенсионеров, я говорю, 20 ударов драйверов, это примерно как час молотить в боксерскую грушу. То есть, вы вылетаете, и у людей, бадминтонисты, боксеры, все валика свои мышцы. Почему? Они привычные, они не задействованы, одностороннее движение, максимум, теннисисты, фельдтовальщики, ищущие. Не задействованы, новая мышца. То есть, вы вроде спортивный, а мышца у тебя нет, а все. У всех, со связками, с разрыв связок, какие угодно были моменты. То есть, не было стратегической гибкости. Вот, считайте, что это бизнес-съема, бизнес-модель. Она дает вам стратегическую гибкость, когда у вас вдруг вы на льду подтянулись, то у вас ноги, ну, вы растянуты, вы не порвали себе мышцы, вы просто потянули гибкость, в лучшем случае. И фокус и специализация. Вот эти три аспекта, которые, в общем-то, нам нужны. Понятно, что уменьшение риска, переход от постоянных перемен с затратами, это уже работа там более высоком уровне. Но, любому бизнесу нужно уменьшить издержки. Всегда, потому что, если бизнес-модель растет и движется, то это один из способов получения дополнительной прибыли, это уменьшение издержек. Но на росте, на начальных этапах компании не занимаются уменьшением издержек. Запомните это. То есть, не начинают кромсать бюджет или увольнять людей на начальном росте, пока вы не стабилизировались. И стратегик флексибилити, то есть, стратегическая гибкость принятия решений. Почему? У любого бизнеса, когда мы что-то выводим на рынок, неважно что, или клуба, у нас есть гипотеза, что мы примерно думаем, ожидаем такое-то количество клиентов, что нам будут, у нас есть какие-то ожидания. Так вот, сценарное мышление говорит, что нифига подобно, ваши ожидания в большинстве своих будут другими. Но вы должны понимать, что менять. И основные траблы, когда вдруг мы открылись, знаете, вот мы идем с супругой, у нас такая игра есть, очень классная. Мы идем с супругой, идем, и у нас же опыт большой, давно живем в центре, мы понимаем, где какой трафик, где какие площадки, я сам анализирую эти услуги, там мерч делаю клиентам. И вот мы видим, в каком-то месте там такая фраза, шарики такие обычно, мы открылись. И вот в этом месте это не должно быть. Ну, в этом месте, например, это место для кофейни, а открылась там какой-то там магазин, или наоборот, в это место для магазина открылась кофейни, а тут трафика никакого, парковки нет, и так далее. Вот мы с Ирой, я говорю, три месяца, 15 штук баксов, она говорит, полгода 50. Это, я говорю, за три месяца они потеряют пятнарик, а она говорит, за полгода 50. И так и есть, через три полгода. Я в таких случаях говорю, вот когда люди печатают, и так, знаете, шарики, и мы открылись, вот сразу надо печатать, мы закрылись, и черные шарики сразу. То есть, это вот типичный показатель. И все люди ходят мимо, потому что никто не знает простой статистики. 89% украинского потребителя никогда в течение первых 11 месяцев не зайдет в новый магазин, даже если он рядом с вашим домом. Они будут ходить мимо и идти по привычке. А в ресторан? И в ресторан, если вы их не пригласите. Поэтому очень большая ошибка сказать, мы открылись, это достаточно. Нет, нужно выйти, поклониться, сказать, чего изволите. Welcome, с танцевать ломбадку в стекле, в зеркале и так далее. И как угодно, то есть понять, ну, кому танцевать ломбадку, а у кого, и наоборот, сказать, секунду, вам здесь нельзя. Потому что в некоторых странах Вене или в это время вы должны пойти в дескоде. А в шортах здесь нельзя. И не только в Ватикан. Понимаете? Это тоже важно, то есть, чтобы люди понимали, чтобы те люди, которые туда зашли в хорошем платье и сели, не увидели там в шортах чувака заехавшего. Это будет... И это вы должны делать. Это вы должны делать. Интересно, с рестораном, площадь поэзии, знаете, земельный банк, где кто-то открылся ресторан, чем прямо слева, знакомый мой, был прорабом строил. Вот они буквально открылись. Народу там вечно сидят, я не мимо езжу ходить. Я там каждый день обедаю, но уже меньше. Как они так... Нет, смотрите, очень хорошая бизнес-модель с одним большим нюансом. Любая бизнес-модель начинает прокатываться. У любого... Там хорошая модель, наборная сдержка, вы делаете пасту. Паста, это хорошее блюдо, оно делается раз при вас. Но есть один момент. Как только они перешли на заготовки, у пасты есть самый основной козырь, это соус. Как только вы делаете соус плохо, вы сразу чувствуете это. То есть вы можете не почувствовать пасту, у вас может не хватить опыта, но на соусе вы почувствуете. Вот мы... Последний мой разговор на прошлой неделе был, сказал, ребят, я перестаю к вам ходить. Я перестаю к вам ходить, я нахожусь с первого дня, иногда по 2-3 раза в день. Мы их затыкали, мне уже удобно. Они закрыли мою пательность только лишь по одной простой причине. Они потеряли фокус. Они потеряли фокус на клиента, потому что они сначала выставили высокие стандарты, а потом бизнес-модель начала прохраммовать. Почему? Цены. Им нужно было поднять цену, поднимить ее изначально. Они отпустили цены, привлекли, потом они поднимают цену и еще больше опускают, ну, делают заготовки. Все. Происходит разрыв бренда. И я перестаю быть их клиентом. Людей значительно меньше. Людей значительно меньше. Сейчас это превращается, как я называю, в женский ресторан. То есть, а рядом есть бизнес-модель, более успешная корица, которая из магазина, который неудачный, превратилась в ресторан для мужчин. Потому что там есть мясо, стандартный набор, и у них нет бизнес-ланча. Им не нужно. У них и так все хорошо. Итак, стратегический маркетинг – это не затраты, а это инвестиции. Быстро рассматривать возможности и также быстро пристучать неперспективные направления. Анализировать идеи, экономить время и деньги, концентрироваться на нескольких важных вопросах. Объединять действия и анализ, не ждать ответов на все вопросы, быть готовым к изменению направления. Вот это и есть маркетинг. В том виде, в котором я его пытаюсь для вас донести. Это не про таблицы в Excel, это вот тот стратегический маркетинг, который должен обладать собственник, руководитель федерации, собственник клуба, собственник бизнеса. А дальше он должен нанимать специалистов, которые ему заэсэмэмят, забрендят, законсультируют и так далее, и тому подобное. На сегодня все. Вопросы. Так, сейчас мы сделаем видео, должны же мы сделать селфи, а то все посты будут про падение рубля и нефти тоннеров, которые нас, в принципе, особенно не касаются. Автор книги и национальная смена среди решений. Сейчас я дам книгу. У кого есть аккаунт в Google делаем через... У кого есть аккаунт в Google книгах? Потому что в Google книгах в три раза все дешевле. Смотрите. Первое. По лидерству. Это Марк Ван Бюхт. Вот отдельно вот такая книжка «Эволюционная теория лидерства». Это того, что я давал по прошлому разу. Я просто не успел зайти в офис, забрать ее. Второе. Сейчас открываю аккаунт. Да, давайте я скину в группе. Точно, без проблем. И второе. Эмоциональная смелость принятия решений. Но я сейчас расскажу, что я ее вчера читал. Книга «Бомба» Гарвард бизнес-ревьюер. Вот. Эмоциональная смелость. Вот она так вот. Я считаю, что вам лучше всего работать с этими характеристиками, с стратегическим маркетом и с психологическими аспектами. И с общим пониманием структуры. Вот что вы знаете, вот у вас такое «Геликоптер-ревьюер». Я работаю тем, чтобы вы имели, как полководец, картину, карту препятствий. Я вот скажу, почему еще бизнес-модель. Повторю то, что рассказывал. В одной из книг по Муканинса «Реконструкция стратегии» есть очень четкий эпизод, демонстрирующий, насколько важна карта. Как карта болей, карта принятия решений. Значит, основана эта реальная история, произошедшая в Альпах, в частности, в венгерской части Альп. Точно так же нацелена на то, вернее, с чем связано, что переходили подготовку, как вот у нас там, я не знаю, сейчас переподготовят офицеры запасов. У Швейцарии так армия построена, то есть у них у каждого есть коробка под автомат, под кровать, условно говоря, лежит, и они там раз в год проводят эти курсы. Значит, что произошло? Во время переподготовки таких курсов взвод должен был подняться в горы и уйти, вы спуститься назад. На это все нужно было уйти два часа. То есть у них не было с собой никаких запасов питания, ничего. То есть они были налегке. Им нужно было типа подняться и спуститься девять человек. Значит, они поднялись в этот момент, падает там, температура, ну, короче, туман, все, их отрезают. И стоит три дня смена погоды. Отправляются поисковые группы, никого не находят. Они, у них нет связи, ничего, то есть не питание, ничего. Они надеты налегке, как бы, ну, все, думаю, все потеряли. Погибли, то есть уже там ничего не могут найти. И тут они выходят вообще непонятно с какой стороны. Все живы-здоровы через три дня. Это живая, реальная история. Значит, естественно, это там был огромный кипиш. Создали целую следственную группу на эту тему. Начали выяснять по каким причинам, как могло так случиться. Но задают вопрос с руководителем области по сержантам. Как же все-таки произошло? Он говорит, так, сначала было как у всех. Мы сначала начали ругаться все, потому что, в принципе, это же как бы не исключение. И каждый, все взрослые люди, каждый имел какой-то повод и свой резон. Мы пойдем туда. Они говорили, нужно остаться. Третьи говорили, нужно пойти. Третьи говорили, нужно пойти еще выше. Четвертые говорили, и так далее. Мы сначала ругались, ругались, не могли принять решение. Потом говорит, один из нас полез, у них все равно какой-то там ливичный шок или что-то было. Начали искать, и говорят, о, карта. И мы, говорит, мы смотрим, какая-то карта была правда странная, но мы определили свое местоположение. И вышли, но оказалось, что мы все равно вышли с другой стороны, как бы там, типа, как-то блуканули, хотя думали, что выйдем вот так вот. Но все равно мы вышли. А можно карту посмотреть? У вас, ну, типа, в документах, в смысле, в субпайке, там карта не положена, говорит, то есть, вообще, карта не планировалась. Почему, говорит, она только была у одного, а у остальных не было, у всех же вроде одинаковых. Ну, вот, не знаю, вот карта. Они смотрят, говорят, карта, да, говорит. А вы к ней пошли? Говорят, ну, да, смотрите, вот карта. Мы были вот здесь, вот видите, мы отмечены, да, мы пошли вот так, вот так и отсюда вышли, да, говорит, да. А вы видите, карта какая чья? Говорят, нет, это карта пиреней, они были в Альпах. То есть, вот это классический пример, который говорит о том, что если у вас есть карта, и даже она неправильная, вы все равно куда-то выйдете. Помните, чеширского кота? Если куда-нибудь идти, ты куда-нибудь придешь, а если идти куда нужно, ты выйдешь куда нужно. То есть, вот здесь очень важный момент. Поэтому наличие бизнес-модели, это ваша карта препятствий. И если вы ее хотя бы для себя осознаете, какие препятствия вас ждут впереди, то вы их способны преодолеть. А если не осознаете, то каждый раз, как в первый раз. Большое вам спасибо. До встречи. Еще адрес сайта, на котором можно прознать, это лендинг. Тейлор Брендс. Я презентацию выложу, там будет. Не, не, не.